Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торры, недельная глава Мешпатим, Законы. Вчера мы говорили о человеке, которого продали в рабство, а сегодня мы говорим о девочке. Человек разорился, и он уже продает свое имущество, ему уже нечего продавать, уже последняя рубаха, все. И в этом случае отец имеет право продать свою малолетнюю дочь в рабство. Что это такое? Девочка, которая не достигла 12 лет, может быть продана через суд, продается человеку, ее покупает хозяин будущий. В общем, он становится ее хозяином, и он может этого ребенка задействовать в работе, допустим, по хозяйству, чтобы она помогала его жене. В общем, такие виды работ она выполняет. Максимально она может пребывать в этом рации до 12 лет, и больше 6 лет нет. Теперь так. Как только у ей наступает 12 лет, она уходит. Не в зависимости, сколько лет еще ей осталось до этих 6 лет. И не обязательно, чтобы это было 12 лет. Если у нее появляются признаки половой зрелости раньше, девочка тоже свободна, она уходит. И никто ее не может задержать. Мало того, если отец будет в состоянии ее выкупить, он должен все силы приложить, чтобы выкупить ребенка. И сам хозяин тоже должен к этому стремиться, чтобы освободить девочку. И получит за это большую минцовую, большую награду. Теперь другая ситуация. Человек, который я купил, он хочет, чтобы она стала женой ему, или чтобы она вышла замуж за его сына. Тогда это другое дело. Тогда она не уходит. Она остается жить у них в доме. До того момента, когда она становится взрослой, выходит замуж. И так она становится свободной женщиной, женой этого человека или ее сына. Это нормально. Если хозяин решил ее перепродать кому-то, Тора ему запрещает. Если ему по какой-то причине не нравится, ничего не может. Он купил ее для себя, для своего сына. Никому другому не продать, не передать, не подарить, ничего не может. Только может ее отпустить. И других вариантов Тора не дает. Что касается закона. Если женщина попадает в рабство, то тоже, в любом случае, только этим путем. Если что-то она украла, допустим, ее продать невозможно, как продают мужчину. Это невозможно. Так Медраж пишет. То есть, никакие законы, ни продать ее в рабство, никаких прокалываний уха, женщина это не касается. Вот так это работает. То есть, как ее наказать, в каком случае, это уже прерогатива суда. Судьи должны найти метод, взыскать то, что она украла и все. Но в рабство продать не могут. Максимально, что ребенок помогает своему отцу, идет в рабство. Будучи малолетним. Вот это все, что касается женщин. На сегодня мы урок заканчиваем. Урок был дан за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Эфим, Самуил Бен-Герш, Памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Владир Бен-Григорий, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Ицхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Эфим Бен-Эстер, Двойра Бат-Мирья, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Элена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен-Рахен, Шимон Бен-Миром, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Леор Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Цепора Бат-Цара, Ида Бен-Хая Авива, Ефим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазма Барасас, Гула Ирина Бат-Тури, Ароны Ребен-Ри. За хороший дух Ароны Ребен-Двойра, Дизь Бен-Ахум, Авигаль Бат-Цара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль Ари-Алей Бен-Лариса. Парасай Брют, Ланир Мед-Рая, Моша Бен-Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александр, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Каванам Мазл, то, что мы это время не грешили, Учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, И чтоб скоро закончится страшная война, Всем шалом, до следующей встречи, надеемся, состоится завтра в 15 часов, шалом. Субтитры создавал DimaTorzok